снова здравствуйте мы продолжаем у нас четвертый блок для бизнесменов которые начинают свою карьеру в компании choice и так предложение для каждой целевой аудитории в прошлых видео мы разбирали кто вы какая целевая аудитория вам необходимо кого вы хотите видеть в своей структуре и мы разделяли возможных ваших партнеров на подкатегории давайте сейчас по ним пройдемся на какое бизнес-предложение можно им сделать итак первое врач многие партнеры хотят видеть врача в своей структуре об этом мы тоже говорили и что же хотят врачи да и почему они выбирают сетевой маркетинг почему они выбирают работать в компании с сетевой структуры первое важно помогать другим для врача важно быть полезным да это свойство наверное рождается у них практически самого детства и они всю свою жизнь хотят быть полезным другим следующий момент важно врачи ищут альтернативу лекарственным средствам когда вам встретится такой врач это будет ваш кладезь потому что многие врачи вы знаете да лечит только лекарственными средствами больше ничего не предлагает но есть врачи которые ищут альтернативу лекарственным средствам они столкнулись возможно с какой-то болезнью до которой они смогли вылечить обычными лекарственными средствами или только ухудшение видели и они ищут какие-то другие методы и способы которые могут помочь их пациентам дальше есть такой момент когда у врачей происходит разочарование в медицине они понимают что практически все лекарственные средства это химия до которая к сожалению не негативно сказывается на организм именно поэтому они будут искать натуральные препараты которые будут оказывать положительное воздействие на их пациентов дальше какой может быть да какая может быть еще причина может быть что врач столкнулся с какой-то своей собственной личной историей возможно он сам болел или она сама болела возможно кто-то в семье болел и медицина была бессильна в этот момент люди начинают искать любые методы и они приходят в сетевые компании именно вот с такими диагнозами которые невозможно было вылечить обычными средствами и они получая свой результат уже с удовольствием несут эти знания в массу они с удовольствием начинают помогать пациентам окружающим людям они рассказывать свои результаты и они на самом деле являются вот тем звеном до которому приходят другие люди и они уже изначально доверяют этому человеку потому что он носит гордое звание врача дальше какая причина может быть еще когда врач хочет работать сетевом маркетинге это банально деньги потому что часто врачи которые работают в государственной медицине не получают должные оплаты которую они на самом деле достойны да и они понимают что продолжая работать на своем месте они много денег не заработают поэтому для них важным критерием является деньги и когда мы врачу часто предлагаем продавать продукт или предлагать продукт своим пациентам и мы только на этом делаем акцент мы теряем врача как бизнесмен я знаю очень много врачей которые пришли как раз сетевой маркетинг на маркетинг план на то чтобы строить структуру на то чтобы создавать пассивный доход никогда не отбрасывайте эту возможность врач тоже человек и он как обычный человек хочет больше денег хочет нормальную оплату своего труда поэтому это тоже отличный метод и способ для того чтобы сделать классное предложение вашему врачу еще один пункт это хотят независимой работы так как на сегодняшний день в структуре медицины очень многое меняется люди часто подвержены новым приказом да сегодня одно завтра другое послезавтра третье требования растут оплата не очень большая и врач как нормальный человек хочет независимой работа он хочет сам решать когда сколько пациентам им принимать сколько денег за прием брать какие лекарства назначать и так далее поэтому люди часто ищут независимую работу и если такой врач вам встретиться на пути конечно это большой-большой кладезь и еще один самый важный пункт это реализация собственная реализацию никто не отменял и врачи как раз те люди которые хотят реализовать свои способности благодаря сотрудничеству с компанией choice поэтому обращайте на это внимание исходя из этого давайте попробуем составить предложение доктору чтобы вы могли ему предложить на какие пункты вы бы обратили его внимание помните да что когда вы делаете предложение вам необходимо перечислить несколько пунктов человек откликается на то что ему будет важно и когда вы понимаете что допустим врач откликнулся они на независимую работу да вы продолжаете делать предложение в этом ключе если человек откликнулся на альтернативные способы лечения вы продолжаете делать предложение в этом ключе вы должны понимать когда вы разговариваете с врачом что если врач говорит про собственную историю да что он когда-то вылечился бадами а вы начинаете предлагать ему строить бизнес вы можете не попасть в его болевые точки поэтому слушайте внимательно человека когда вы делаете ему предложение но помните что все вот эти пункты которые я только что перечислила надо использовать в предложении и дальше уже понимать как двигаться следующая целевая аудитория это потребители на потребителями могут быть абсолютно все то есть если посмотреть на список наименований которые есть в компании choice абсолютно каждый человек может быть потребителем потребителях важно знать вы влюбляете их в продукт только ваши эмоции ваша энергия ваша вера в то что этот продукт на самом деле классный да а еще лучше ваши результаты потому что потребители вряд ли будут верить вам если у вас у самих нет результатов или вы пользуетесь какой-либо другой продукции да или у вас на полочке вместо white мандарина стоит какая-либо другая марка потребители вряд ли вам поверят вы влюбляете их в продукт это надо помнить и абсолютно каждый человек может быть потребителем но потребители они изменчивы сегодня они пользуются вайт мандарином завтра они пошли купили другой шампунь или сегодня они едят фитокомплексы компании choice завтра они пошли купили бады других компаний что важно понимать для потребителей потребителю все время надо давать поддержку надо давать информацию надо показывать почему именно продукция компании choice ему выгодней почему ему выгодно покупать эту продукцию пользоваться этой продукции и в принципе употреблять ее достаточно много времени большое количество результатов большое количество научных статей большое количество роликов от производителей это то что надо давать потребителю потому что сегодня да он с вами завтра нет также с потребителями надо вести точно такой же учет как мы говорили и с клиентами Если у вас есть учет, вы можете держать этих потребителей близко к себе Дальше, вы обязательно каждому потребителю, он должен быть закреплен у вас в чате Там, где вы общаетесь, там, где вы кидаете новую информацию Для того, чтобы потребители могли с ней ознакомливаться И тогда, когда вы это делаете регулярно, эти люди будут ощущать вашу поддержку Они будут все время чувствовать ваше присутствие Сегодня они, допустим, не заинтересовались какой-то продукцией Но через какое-то время они вспомнили, что это было в чате Пролистали или задали вам вопрос напрямую Или сегодняшняя, допустим, продукция, которую вы выставляете в чате, им неинтересна А вот завтрашнюю вы выставили, им их заинтересовало И эти люди будут активно принимать участие Даже те, кто долго сидит иногда в чате и никак не реагирует Он может там месяц, два, три, а иногда и полгода просто пролистывать ленту А через какое-то время он поймет, что-то произошло в его жизни и ему нужен продукт А вы провели до этого классную работу для того, чтобы закрепить этого потребителя именно в вашей структуре Поэтому давайте с потребителями будем более четкими в своих действиях Потребители обязательно закрепляем в чат Обязательно ведем учет по потребителю Что он покупает, когда он покупает, когда надо обновлять продукт, что он еще не пробовал То есть когда вы будете делать все эти действия, тогда у вас будут всегда активные потребители, которые будут выполнять свою норму объема И также для потребителей не забывайте, что в компании очень часто есть различные акции Именно направленные на потребителей Если вы будете размещать их точно так же в чате И будете акцентировать внимание, рассказывать о преимуществах Эти люди будут на них откликаться Точно так же вы, как человек, который строит свой собственный бизнес Вы можете придумать свои акции для потребителей Есть летние акции, да, есть весенние акции, зимние, неважно К Новому году, к 8 марта, к началу школьного сезона Вы можете придумывать свои акции и точно так же пускать их в этом чате Когда вы близко с потребителем, потребители так или иначе будут покупать продукцию у вас У них не будет возможности просто, как я говорю, отвернуться направо либо налево Следующая целевая аудитория – это бизнесмены Давайте подумаем, чего хотят бизнесмены Честно, вот первое, что пришло к вам на ум Денег? Правильно, совершенно верно Люди, которые открывают свой собственный бизнес, они, конечно же, хотят заработка денег Плюс, чего они не хотят Они не хотят быть наемным сотрудником Они хотят развивать свой собственный бизнес Они не хотят работать от звонка до звонка Они не хотят кому-то подчиняться Они готовы открывать свой собственный бизнес Плюс, что еще самое важное и то, что точно может предоставить компания Choice Это пассивный доход Это мечта любого бизнесмена Создать предприятие, обучить сотрудников и уехать в отпуск отдыхать с тем, чтобы компания продолжала работать и приносить деньги Поверьте мне, когда вы будете разговаривать с бизнесменом, спросите, о чем он мечтает Он ответит вам именно этот алгоритм Когда-либо уехать, быть спокойным, что компания приносит прибыль и, соответственно, деньги Но, к сожалению, в наших реалиях это не всегда получается Часто руководитель уезжает или собственник уезжает, да, сотрудники радуются, что его нет и компания начинает падать вниз Именно поэтому идея пассивного дохода в сетевом бизнесе, в данном случае в компании Choice, очень классное предложение для бизнесменов Потому что, как вы знаете, в сетевом маркетинге есть такая возможность Можно создать сильную крепкую структуру, на самом деле уехать отдыхать и при этом не потерять товарооборот И при этом не потерять свой бонус и свой чек Давайте рассмотрим сейчас, почему именно компания Choice выгодна бизнесменам Первый пункт – это украинская компания Мы находимся на Украине, не надо никуда ехать, не надо думать о том, как доставлять продукт за границы Не надо думать о том, как платить таможенные пошлины Все украинское, все на месте, все делается прямо здесь Следующий пункт – это наличие товара Компания Choice является производителем, поэтому товар есть всегда Следующий немаловажный пункт – это качество продукции Вы знакомы практически со всеми разработчиками продукции Вы видели их на мероприятиях, на день рождениях компаний Либо вы видели их в роликах, которые они записывают по своей продукции Вы можете задавать им вопросы, вы можете читать статьи Вы можете читать научные статьи по данной продукции То есть вы понимаете, что качество товара находится на очень высоком уровне Следующий пункт – это быстрой доставки Про логистику бизнесмену думать не надо У него уже прописаны алгоритмы, как он будет получать этот продукт И, конечно же, немаловажный фактор – это честные отношения Честные и прозрачные отношения Есть договоренности, есть выполнение договоренности, есть, соответственно, результат Поэтому для бизнесмена эти пункты очень важны в создании собственного бизнеса Обратите внимание бизнесмена на маркетинг-план Маркетинг-план – это тот документ, по которому он будет получать деньги И когда вы абсолютно точно расскажете маркетинг-план для бизнесмена Он будет понимать, стоит ли ему заходить в этот бизнес И если вы сделаете акцент на пассивном доходе, уверяю вас, бизнесмены вас услышат Следующая целевая аудитория – это люди, которые предпочитают здоровый образ жизни Вегетарианцы и сыроеды Что они хотят? Они, конечно же, хотят безопасности Они хотят натуральности Они хотят научного подхода И они хотят несомненную пользу от продукта Эти четыре критерия являются самыми важными для людей, которые любят здоровый образ жизни Эти четыре критерия – это те вещи, на которых вы можете выстраивать свое предложение для этой целевой аудитории Что важно помнить про азошников, вегетарианцев, спортсменов Это люди, которые уже заботятся о своем здоровье Не стоит им рассказывать истории про то, как люди не заботятся о своем здоровье Каким последствиями они приходят Что может быть, если человек не думает о своем здоровье Эти люди уже изначально заботятся о своем здоровье Поэтому стоит делать акцент на натуральности, на пользе, на безопасности и на научном подходе Это те четыре кита, с которыми вы можете подходить к зошникам Следующая целевая аудитория – это клуб по интересам Есть люди, которые любят тусовки Есть люди, которые любят общаться с интересными людьми Что для них является важным? Для них является важным быть причастным к какому-то большому сообществу Если вы умеете создавать это большое сообщество, эти люди будут всегда с вами Они любят интересные активности, они любят различные мероприятия, креативные идеи Они любят участвовать, они любят быть полезными, они любят быть при деле Когда вы организовываете, допустим, мамское чаепитие, они сразу понимают, что они идут на важные мероприятия Когда вы организовываете какое-то обучение или бизнес-тренинг То есть для них это важно, потому что они здесь получают не только общение, но они получают и развитие То есть однозначно есть люди, которым важно быть в обществе Если вы понимаете, что в вашей структуре есть такая тусовка, есть такое общество Приглашайте подобных людей в вашу структуру Это хорошие носители информации Так как они достаточно коммуникабельны, они будут рассказывать про мероприятия, которые вы организовали Они будут рассказывать про ивент, который вы сделали Они будут рассказывать про новые знания, которые они получили благодаря вам И как раз это может притянуть других людей в вашу структуру И у нас есть еще одна категория – блогеры Как я уже говорила, у блогеров есть плюсы и минусы С одной стороны, у блогера есть большая целевая аудитория И он, несколько раз выйдя с вашей продукции, таким образом может вам привлечь достаточно большое количество потребителей Что хочет блогер? Блогер хочет быть интересным для своей целевой аудитории Он хочет расширения своей целевой аудитории Также блогеры что хотят? Хотят денег, да? Чем больше количество подписчиков, тем больше у них по факту денег И они могут откровенно предлагать вам оплачивать их услуги для того, чтобы рекламировать вашу продукцию Но здесь стоит помнить, что сегодня блогер рекламирует компанию Choice И у вас приходят новые потребители А на следующей неделе он начинает рекламировать другую компанию И эти же самые потребители, слушая этого блогера, уходят в другую компанию С блогером либо показывать преимущество сетевого маркетинга Либо показывать преимущество пассивного дохода И договариваться, что если вы вступаете уже в взаимоотношения, то это надолго И договариваться о том, что это определенная работа И надо последовательно делать определенные шаги Либо вы понимаете, что у вас в этом месяце благодаря блогерству у вас товарооборот вырос А в следующем месяце он точно так же может и упасть Поэтому здесь, конечно же, думайте перед тем, как делать предложение И если вы уверены в том, что этот блогер будет с вами на долгие годы Пожалуйста, акцентируйте внимание на пассивном доходе Блогеры — это практически те же бизнесмены Они хотят денег, они хотят заработка Кроме известности, да, плюс Потому что известность им тоже приносит деньги Говорите им о пассивном доходе Говорите им о возможностях Не забывайте Что еще важно? Важно в создании предложения для разных целевых аудиторий Понимать, что для каждой целевой аудитории должно быть свое предложение Если вы сделаете одно предложение и даже запишите очень классный ролик Оно может подойти врачу, но оно никогда не подойдет блогеру Или оно может подойти потребителю, но оно не будет приемлемым для бизнесмена Бизнесмен его не услышит Поэтому важно понимать, что для каждой целевой аудитории у вас должно быть свое конкретное предложение Да, это определенная работа Но это про выбор Помните, мы говорили, что если вы выбираете быть бизнес-партнером Вы понимаете цели и задачи, которые вам надо сделать А это один из инструментов Поэтому предложение для каждой целевой аудитории должно быть отдельное И плюс предложение, оно не может использоваться годами Его надо менять Когда вы делаете анализ вашей структуры Когда вы делаете анализ, как приходят люди Или за счет чего увеличивается ваша структура Вы точно так же делаете анализ вашего предложения Если это предложение не работает, значит его надо пересмотреть Если это предложение не приносит того количества притока новых партнеров, которые вы бы хотели Его надо переделать И даже если у вас, ваше предложение сработало идеально И у вас большое количество новичков И большое количество новых партнеров Это не значит, что это предложение будет работать годами Помните об этом Творить бизнес – это искусство Надо быть все время новым Надо не стоять на месте, надо двигаться вперед И создание новых предложений для вашей целевой аудитории – это ваша работа Поэтому домашним заданием будет составить бизнес-предложение для всех категорий целевой аудитории, которую вы себе прописали Подумайте над этим Обсудите это с коллегами Поговорите со своим наставником Обратитесь в вышестоящим наставником Продумайте это предложение Запустите его в действие И обязательно проанализируйте Итак, друзья мои Что мы с вами сделали? У нас сейчас завершился первый блок для бизнесменов, которые начинают свой путь в компании Choice Мы с вами проговорили о том, для чего нужен анализ на ранних этапах работы в компании Choice Мы с вами также говорили о том, кто я Понимание, кто я сейчас, где я сейчас нахожусь И мы с вами обозначали точку А Помните, да? Мы обозначали точку А, откуда мы стартуем, для того, чтобы точно прийти в точку Б Помните про то, что это очень важно Если вы не обозначите точку А, откуда вы стартуете Вам очень сложно будет двигаться дальше Поэтому это одно из важных домашних заданий Сделайте его обязательно Дальше мы с вами говорили Обговаривали правила проведения анализа структуры Как сделать так, чтобы понимать, что вы действительно делаете анализ, а не просто рассматриваете свою структуру Мы говорили о плюсах и минусах анализа Что можно сделать для того, чтобы использовать эти плюсы по максимуму И какие минусы существуют при анализе, когда мы заигрываемся в анализ Также мы проговорили про партнеров, которых вы хотите видеть в структуре И на чем основываться, когда вы делаете предложение для вашей целевой аудитории Я надеюсь, этот блок был очень полезен для вас А мы переходим к следующему блоку А во втором блоке мы с вами рассмотрим такие темы Для чего нужен анализ, если структура растет? Честная оценка ситуации в структуре или пребывание в иллюзиях? Качество лидера? Какой я лидер и кого я привлекаю в команду? Что необходимо для привлечения и воспитания сильных партнеров в команде? И, конечно же, основы делегирования Смотрите второй блок обязательно А в третьем блоке для топ-менеджеров с большими структурами и руководителей собственного бизнеса Мы рассмотрим следующие темы Анализ структуры для стабильного товарооборота Как не распыляться и удерживать во внимании всю структуру одновременно? Постановка целей для себя как для лидера Постановка целей для бизнес-партнеров Работа с глубиной и шириной И система работы с потенциальными лидерами А также в этом блоке будет очень важная тема Как и когда проводить анализ своей структуры Посмотрите внимательно именно эту тему Не важно, на каком уровне вы находитесь Потому что для того, чтобы проводить анализ Надо понимать, по каким критериям вы будете оценивать свою структуру Всего хорошего! До новых встреч!